Нам надо сегодня завершить вот эту тему с налогами. И некоторое количество задач, они однотипные. Мы на чем остановились? Рассмотрели НДС, да? В прошлый раз. Что-то говорили про единый социальный налог, да? Там 30,2% от фонда оплаты труда. Ну, кстати, можете посмотреть на 19-й странице. Тут они все, да, по статистике за три года последние, можно сказать, приведены. Значит, акциз мы, по-моему, не говорили о нем. Значит, акциз, в отличие от НДС, входит в выручку предприятия. Поэтому формула там, для него, значит, ну, я не знаю, воспроизвести или... Она на 18-й странице есть. Ну, давайте воспроизведу. То есть, вот выручка акцизного товара, это есть Н, акциз, единица плюс Н, да, умножить на П, умножить на Х. Ну, П цена, Х объем, да? То есть, это не выручка, извините, а вот это Т, Т, акциз. Это то, что государство идет. А выручка, выручка, то, что идет в предприятии, это есть единица, деленная единица плюс Н, А на П на Х. Акциз, ставка акциза. Вот это выручка, да, причем, да, причем Н, А может быть, конечно, и значительно больше единицы, в отличие, скажем, от НДС, да, где там не больше 100%, здесь хоть 4000% может быть. То есть, эта формула понятна, да? Поэтому, когда вам попадется задача на предприятие, где надо будет выручку писать, там, вычитать все налоги и до прибыли доходить, то вот такая формула. Так, что еще из таких больших? Ну, налог на прибыль, мы не знаем, мы говорили или нет, но это где-то 20% от прибыли, это балансовая прибыль. Извините, пожалуйста, а у вас написано то, что выручка, это то, что у вас по Х обозначено? П умножить на Х. Ну, правильно, П цена и их с объемом. А В тогда это что? В выручка. Ну, выручка. Написано то, что выручка, это П умножить на Х. Умножить как? Вот. В равно единица на единица плюс А и умножить вот на это, на П на Х. Ну, вот в ваших листочках написано то, что П умножить на Х, это есть выручка. И это смотря для какого налога? Смотря для какого налога. Если налога нет, тогда это П на Х, естественно. А в листочках, вот смотрите, 18-я страница, основные налоги. Там написано Т акциз, вот то, что я написал. А! Все, я понял, да. Тут опечатка. То есть написано В равно П на Х, П на К, да? Вы это имели в виду? Да, 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 я это имел в виду. Значит, это опечатка. Поправьте. Это когда нет налога. Ну, когда ИНа равен нулю, тогда будет вот это. Да. То есть выручка для акцизного налога. Вот такая. Да, это действительно опечатка. Так, ну, налог на прибыль, понятно, да. Когда будете прибыль писать, да, вычтите из выручки все, что там нужно, до балансовой прибыли доходите, и все это будет множиться на что? На единицу минус Т, да, где Т это налог на прибыль. Вот, значит, если социальный налог, да, ну, там, по-моему, написано сейчас, как исчисляется от фонда оплаты труда. То есть в задачах у нас, скажем, у нас будет задано L, да, и задано WL, это ставка заработной платы, да, тогда вот это и есть фонд. Фонд оплаты труда. В задачах у нас будет так. И там 30,2 от этого берется. Ну, еще есть подоходный налог, да. Значит, смотрите, что касается подоходного налога, то он касается не предприятия, а физических лиц. Просто на предприятие возложена миссия переводить государству вот этот самый налог. То есть когда вы получаете расчетный листочек зарплаты, да, то там будет написано ваша зарплата или доход, да, и потом отдельной строчкой вот этот самый налог 13%. Это вычитается, и вы на руки уже в кассе, ну, или вам на карточку, да, приходит не начисляемая, не начисленная заработная плата, а за вычетом вот этих самых 13%. Но предприятие, так сказать, в выручку это никак не влияет. Это речь идет о индивидууме. Значит, вот этот вот налог, ТНДФЛ называется, ТНДФЛ. Он зависит от дохода. Ну, вообще говоря, он вот так вот. Вот сейчас у нас вот этот уголочек, тангенс вот этого уголка есть 0,13. Это называется плоская шкала налогообложения. Ну, правда, сейчас еще там ввели 2%, но на самом деле, когда речь идет не о плоской, а о прогрессивной шкале, то тогда надо вот такой график строить. Вот здесь вот круче, здесь еще круче, здесь еще круче, ну, может быть, там 5 звеньев. Ну, в Европе, в США там не менее 5 звеньев. И вот эти вот углы, тангенсы их, да, они разные, да, естественно. И они по возрастающей идут. Они называются предельная налоговая ставка. То есть это означает, что, скажем, от нуля там до какого-то величины, доход, да, с вас берут 13%, дальше будут с суммой, которая превышает вот эту, да, величину, будут брать, вот в России такое было, в Советском Союзе было 13% всю жизнь, в России в 90-е годы было несколько лет вот такая шкала, и я ее помню. Там было 13%, потом 15%, потом 20%, потом 25%, кажется, еще 30% было, и все. То есть вот эти шкалы были вот такие. Ну, где-то года 4 или 5 продержалось, потом вернули назад плоскую шкалу под тем предлогом, что иначе там в тень уходит, да, с зарплатой, и вроде бы налоговые органы не очень эффективно могли изымать. Дело в том, что как это физически происходит? Значит, вот вы работаете, можете работать в пяти местах условно, да, и на каждом, в каждом месте бухгалтерия берет ровно 13%, потому что она же не знает, какой у вас будет доход, да, превысит или нет, поэтому каждая бухгалтерия того предприятия, где вы работаете, берет по 13%, а потом по истечении обычно это вот где-то весной, да, нужно было, по-моему, до 1 апреля идти в налоговый орган, и с каждого места, где вы работали, брать в бухгалтерии листок, сколько вам начислили, а потом в этой налоговой инспекции вы заполняли вот эти простыни, ну, много страниц, и все это вписывали, вот там, 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 столько, после этого вырисовывалась вот эта картинка, да, и вам начислялся окончательный налог, то есть по 13% вы заплатили, а вот сверх того, вот сколько там выйдет, вы должны были в этой декларации, это фиксировано было, дальше вы расписываетесь и что? И платите. Ну, так во всем мире устроено, то есть вы подаете декларацию доходов. Это муторная, конечно, вещь, там и очередь надо стоять, но тем не менее везде это так. А если вы что-то скрыли, не принесли очередную, да, бумагу с какого-то N плюс первого, да, место, где вы получили хоть там 5 рублей, то тогда это и есть нарушение. Ну, и в зависимости от тяжести этого нарушения, там, либо штраф, да, вы должны были и пение заплатить, вернуть, ну, в зависимости от тяжести, вплоть до уголовного преследования. То есть, потому что муниципальные это делают? Да. А ближе под взглядом преследования? Нет, они тоже это делают, но они это обязаны делать. Но нахож должны быть обязаны. А потому что выжимые тем, кто имеют вовремя идеи? Ну, отменили, я сказал, что отменили под тем предлогом, это я точно помню, что трудно уследить за жуликами. Трудно я про нашу страну, а это зависит от мощи налоговых органов. Это от мощи налоговых органов. Ну, тогда, я думаю, в 90-е годы тогда еще налоговый действительно аппарат не работал так, как сейчас. Да, я понимаю. То есть тогда это все становление было, да, я понимаю, надо было усиливать это дело. А сказали, а так, нет, они сказали вот, что не то, что там жуликов не отводят, потому что они имеют бумагу, но и не принесли. Говорили, что они в тень уходили. То есть там бумаги не было. Вот не было бумаги. то есть обналичивали там как-то, да, были схемы, были фирмы специальные, которые, да, вот этим занимались и предлагали замузду, конечно, обналичить. отменили. Ну, то есть тут, да, тут, тут, тут два, две проблемы. Первое, мы могли, каждый из нас, просто элементарно проворонить, да, ну, забыл сходить туда. Не, ну, вы говорили, почему отменили. Нет, я как раз говорю, что не про это. А про что? Вопрос, да это не отменили. Ну, ладно, ну, ладно, и сейчас вот раздаются голоса, что надо вот как бы вернуться, надо вернуться. Но тот факт, что у нас очень щадящая, да, шкала, вот помните, там стали паспорта заводить, тот же, это, Депардия, француз, потому что, для богатых, потому что там ему надо было платить, да, 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 а там вот это вот, вот это вот, тангенс, там последнего угла, в разных странах по-разному, говоря, там и 50% было, и больше, чем 50% было, то есть, скажем, в Штатах основные налоговые поступления, основные, бюджеты, идут от вот этого, от физических лиц, а у нас, ну, вот тут же табличка есть, а у нас всего лишь, где, налог на доходы, 3,2 миллиарда, за 17-й год, а НДС 5,1 миллиарда, налог на прибыль, ну, такой же, 3,2, страховые вносы, правда, самые большие были, 6,7, то есть, у нас, не этим налогом, наполняется, в основном, бюджет, а у них, в основном, этим, ну, потому что у них и зарплата гораздо выше, чем у нас, у них до 70% ВВП идет на оплату наемного труда, до 70%, а у нас, где-то 40%, ну, и плюс ВВП у них там, да, в разы больше, чем у нас, и поэтому у них вот огромная величина, так вот устроена, значит, жизнь, ну, с этим понятно, да, то есть, это к предприятию не имеет отношения, к выручке предприятия, к прибыли предприятия, это вот для нас, вернее так, есть предприятия, которые называются не ООО, а вот с полной ответственностью, их мало, ну, например, там семья, да, организовала предприятие и сама трудится, то есть, там нет понятия прибыли, они не платят налог на прибыль, но они платят вот эти самые 13% от дохода, но таких мало предприятий, ну, какие-то, да, но это с полной ответственностью называется, полная, это значит, что если они задолжают, да, то они отвечают всем имуществам, вот до того, что могут там продать их дом, да, с молотка, и все, а основные предприятия, акционерные общества, они с ограниченной ответственностью, они рискуют только чем, вот прибылью там, да, то есть, с молотка продавать там не будут, по крайней мере, физических лиц, которые организовали это предприятие, то есть, им это не грозит, так, значит, ну, вернемся к нашим этим самым задачам, вот следующее, подпункт, открывая в афер, что это такое, значит, возникает вопрос, да, государство, до каких пределов, может вообще говоря, накручивать налоги, то есть, если, если бы у нас, скажем, был бы один-единственный налог со ставкой N, то вот график T от N, да, вот пусть один-единственный, ну, скажем, на макроуровне, это вот как бы совокупная, да, ставка, которая вот у нас сейчас, судя по таблицам, около 40%, то примерно теоретически, вот так бы выглядела, ну, в нуле ноль, потом она растет, потом достигает какого-то максимума, потом начинает падать, и где-то, не доходя до единицы, N критическая, может вообще оборваться в ноль, почему? Ну, понятно, что вот теоретически, можно было бы вот так, да, продолжить, да, как-то, ну, дело в том, что при сверхналогах просто предприятие не будет работать, оно либо обанкротится, либо перейдет в офшор куда-то, да, либо еще, понимаете, да, и возникает вопрос, а что, чему равна критическая ставка? Ответ на этот вопрос, ответа четкого не существует, есть только представление экономистов, ну, говорят, что где-то 60% и тогда уже все, наступит коллапс, ну, условно, условно, ну, поскольку экспериментов с экономикой так не ставил никто, и до 60 не доводил, поэтому проверить трудно, правда, вот здесь вот была попытка, ну, просто на уровне модели, это страница 21, там есть кое-какие опечатки, но не важно, там вот построена модель, ну, по Кейнсу, да, там, значит, расписали, все как надо, и формула, в принципе, выведена, чтобы ее проверить, нужно взять статистику этой страны, посмотреть и вычислить вот это, ну, где-то там, там по той формуле, вот это вот получается примерно 50%, 0,5, а критическое, ну, там какая-то через параметры, да, вот, можно было бы посмотреть, но для этого такая маленькая исследовательская задачка, то есть, короче говоря, вот Лафер, он теоретически вот это нарисовал, но для предприятия конкретного, такую кривую построить, конечно, можно, для всей экономики, это только на уровне модели, а для предприятия, в принципе, можно, тогда что нам нужно сделать, поскольку у нас налог не один, а их много, ну, как минимум 5, на самом деле налогов гораздо больше, вот, поэтому возникает вопрос, относительно какой ставки какого налога мы строим кривую Аферу, то есть, у нас не одна кривая Афера, а их множество, то есть, в частности, можно построить по НДС, да, НДС, тогда как будет выглядеть, ну, тогда она вообще говоря не из нуля выйдет, потому что есть же еще другие налоги, правда, и там мы собираем, поэтому вообще говоря, откуда-то вот отсюда она выйдет, дальше вперед, и, вот так, значит, как вычисляется вот это Н критическое, а вам надо будет в задаче, да, контрольной, это вычислить, но это вычисляется просто, через условия рентабельности, то есть, нам же мало, чтобы прибыль, как минимум, должна быть неотрицательной, да, но вообще говоря, вводится понятие рентабельности, ну, как минимум, есть рентабельность по затратам, есть по выпускам, значит, если по затратам, то мы делим на ТЦ, да, на наш total cost, который в задаче будет, формула, да, задана, и надо написать, ну, например, что вот это, не менее, чем 20%, значит, вы пишете ограничение 0,2, это вычисляется, это вычисляется, пишите ограничение, и отсюда будет ограничение на что? На выпуск, на выпуск, на х, и дальше вы пересчитываете, вот, да, у вас же формула налогов, поступление есть, и вот в этой точке, то есть, вот эта кривая могла бы вот так пойти, вот, а дальше вы делаете отсечку, да, вот по этой самой формуле, вот эту отсечку и находите онкалитическую. Ну, пример тут указан. Простите, а куда это ограничение берется, допустим, вот эта вот константра? ну, дело в том, что предприятие, отрасли, какое-либо, ну, существует понятие, что вот в этой отрасли средняя примерно, или рентабельность, там, скажем, ну, не меньше 5%, что никакое предприятие не будет работать в этой отрасли меньше, чем 5%. Ну, это таким путем, опытным, экспертным. В задаче это будет задано, а в жизни вот так. Понимаете? Скажем, с одним процентом рентабельности, ну, не хотят работать. Нормальная рентабельность в разных отраслях разная. Ну, вот, скажем, там, 5 или 10% это нормальное, считается. ну, а какие-нибудь там предприятия, однодневки, ну, это жульнические, да, предприятия, которые лопались там, да, в свое время, они там могли и тысячу процентов иметь, но это жулики, это жулики. Понятно, да? Речь идет о нормальном предприятии, которое потребляет сырье, нанимает рабочих, да, нанимает директора и годами работает. То есть, вот так это, извините, а что значит индекс ДР? Что ДР? Вот у процентов налогов и НДР. Что такое индекс ДР? Вот это что ли? Нет, это критическое, а вот сама ось называется НДР. Это ДС, ДС, добавленная стоимость. Это я на примере добавленной стоимости. Так у вас, вот возьмем задачку, да, на какой-то странице. На странице 20, вот там написано, издержки предприятия заданы, видите, ТЦ, формула есть. Ну, я не знаю, надо ли писать на доске, или у вас под рукой это все есть. Ну, давайте выпишу на всякий случай, может быть, не у всех. то есть, вот эта задача, которая вам попадется в том или ином виде. Вот мы, там написано, что С складывается из чего? Вот А на Х, А это материалоемкость, коэффициент. Ну, например, 50% выпуска, да, конечного, это содержит в себе материалов. Значит, А задано. Значит, плюс, это материалы. Мы считаем все затраты. Это материальные затраты. Плюс, тут написано, L на Х. Это ФОТ, вот тот самый, ФОТ. Фонд оплаты труда. Надо нанять работников, это тоже. Материалоемкость, это меньше единицы. Вот в одной единице сколько материалов сидит? Единица выпуска. Ну, будет все в деньгах, конечно. Ну, да, да, это затраты на материалы. Все в деньгах. Так, значит, тут что еще написано? Плюс, N на LX. Потому что еще вот эти самые социальные выплаты, это же падает на предприятие. 30,2. Это тоже сюда входит. Ну, еще бывают прочие затраты, ну, там, на управленческие аппараты, еще какие-нибудь там, ну, мало ли что, может быть, аренда и что. Еще, да, налогов, вообще говоря, много. Ну, тут вот в этой задаче написано это С и Х квадрат пополам. Вот так вот. А вообще, да, налогов может быть много. Вот тут приведены основные налоги, а еще есть муниципальные налоги. Например, есть налог на уборку улиц. Ну, а что, улицы кто-то должен набирать? А на предприятие, которое на территории муниципального образования, это называется местные налоги. Местные, это значит, вот, вот где-то есть, а где-то нет. Понимаете? То есть, еще, да, а еще какие налоги известны есть? Есть налог на имущество. Может быть, вы слышали? Ну, вот, там обычно где-то один процент от стоимости имущества. Есть такой налог. Там, пожарников надо содержать, там тоже какие-то, ну, дорожные всякие, да, и прочее, прочее. То есть, налогов тьма. В разных местах разные. Есть федеральные налоги, есть муниципальные, а есть промежуточные, это между муниципалами и федералами, ну, это вот у нас 85 этих субъектов, да, там, значит, ну, и существуют какие-то варианты в стране, как там между собой эти налоги перераспределяются. Вот. Ну, вот в конкретной задаче, если была бы с НДС, да, задача, вот если НДС надо вставить, то как бы мы написали? Добавленная стоимость, это есть P на X, да, P, P это цена, по которой будете продавать, P минус A на X. Вот что такое добавленная стоимость по определению. По определению добавленная стоимость это разница между выручкой и материальными затратами. Материальными. Вот. И тогда еще помножим на налог, на ставку, еще будем вычитать и вот это. А если акциз, то мы вот еще вычтем вот эту штуку. Понимаете, да? То есть, зависимо от того, как, что там задача у вас будет. либо там просто один акцизный будет, да, всего лишь предприятие с одним акцизом. То есть, вариантов масса. Масса вариантов. Но вам надо знать все формулы. То есть, НДС... А нельзя ли выписать общую формулу, где будут все учтенные налоги? Не, а какие? Вот вам акциз, я вам выписал. Значит, НДС это умножить еще на Т, где Т-ставка. Вот вам это. Это материальные затраты, это фод, это на 30,2 на фод. Значит, это так называемые накладные расходы, они могут быть линейные, нелинейные. Но если бы было еще на имущество, тогда надо вводить имущество еще, капитал тот самый, и на него написать. То есть, больше, чем вот тут вот. Вот смотрите, тут же на каких страницах там страницы 18-19 по сути всего написано. А вот в этой конкретном примере 1, ну вот, написано. Дальше что мы делаем? Дальше мы прибыль, да, а прибыль, это и есть П на Х, да, минус ТС от Х. А еще может быть налог на прибыль, тогда вот от этого еще 20%. Да? Это вот балансовая прибыль. А если будет налог на прибыль, то надо еще умножить на единицу минус Н. И будем максимизировать вот это. Но на самом деле вынос за скобку единицы минус Н ничего не дает. Он дает только на формуле Т, суммарная, да, налоги. Там скажется, а на решение задачи не скажется. Вот. И дальше мы должны максимизировать, да, по И, найти оптимальный выпуск, да, нашли оптимальный выпуск. После этого мы пишем вот эту формулу Т, где все налоги, которые есть в этой задаче, все суммируем. Что? Нет. Вот мы пишем вот в этой задаче Т, суммарная. Это что будет у нас? Это будет, ну, вот тут, собственно, написано. Что? Ну, вот тут написано, вот, вот М, или НА, скажем, тут М обозначено, на единица плюс НА на ПХ, да, это акциз, плюс там, если будет НДС, то мы пишем там Т на П минус А, на Х, плюс там и так далее, все, что там будет, и плюс вот это вот самый ЦХ квадрат пополам. Х-то мы нашли, подставили сюда, а теперь говорим, что вот это вот все мы поделим либо на ТЦ, если у нас рентабельность по выпуску, по затратам, и пишем больше ли равно R минимум, которое будет задано. А есть рентабельность по выпуску, тогда тут будет не ТЦ, а Х просто стоит. Ну, две, два вида рентабельности. Сигма, сигма, это все налоги, сигма, это все налоги. Стал, это СЦ, плюс, возможно, вот это вот, PN, 50. Нет, это не ТЦ, сейчас, 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 подождите, 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 вот это надо убрать, нет, вот это надо убрать, это тут только налоги. А, только налоги, то есть всякие затраты на выпуске не имеем. Нет, вот, когда мы рентабельность вычисляем, то мы должны все написать, все затраты, Ну, мы же прибыль ищем. Прибыль – это выручка, да, минус все-все-все. Это прибыль. То есть тут правильно написано. Вот когда мы вот это вот делаем. А когда мы Т-сигму, да, ищем, то это некоторые отсюда. Вот что-то – это Т-сигму. Вот это вот Т-сигму не войдет. Это не налог. Нет, но это как задача будет. Подставлено. Но в задаче будет точно сказано. Нет, ладно. То есть Т-сигму – это только налоги. То есть, например, стоя выручка. То есть, когда мы прибыль вычисляем, да, мы из выручки вычитаем не только налоги, но и другие затраты, в частности, например… Да, да, мы вычитаем Т-сигму. А когда мы вычитаем Т-сигму, то не все, что есть Т-сигму, но и все. Да, конечно, конечно, конечно. Только то, что со ставками своими… Да, все налоги, все налоги. А здесь мы пишем вот это ограничение в двух вариантах. Если будет сказано, что это рентабельность по затратам, тогда вы будете на Т-сигму делить. Да, конечно, конечно, конечно. Вот это, это входит в Т-сигму, а здесь тоже… И это не учится. Вот налог. Вот здесь вот, в этой формуле, только налог один. Решил конкретно один. Не-не-не. А если там будет еще акциз, вы еще акциз будете. А если будет НДС, еще НДС. Поэтому Т-с и налоги – это не одно и то. Т-с – это больше, чем налоги. А кривая в афере – это нужно что построить? Т-сигма, да? Возвращение себе о ставке той или иной ставке. Если у вас три налога, то будет сказано построить, ну, условно, все три кривые. От налога Н, от налога М, от налога Т. Вот как там будет написано, так вы и будете. То есть вы, после того, как их снайден, вы просто суммируете это все, формула получена. Дальше вы рисуете, там может быть либо парабола, может быть и линейная по некоторым налогам. Не обязательно парабола, смотря какой налог. А дальше вам надо в задаче вот эту вот отсечку сделать. То есть вам надо вот это Н-критическое найти. Сделать отсечку. Вот отсюда, да, вот отсюда. Вот отсюда. Вот и вся задача. Ну, там, конечно, вычисление, там калькулятор бы нужен, конечно. Ну, что вы там будете в уме все это вычислять. Ну, поэтому за эту задачу там 25 очков и дается. Больше, чем 20. Ну, там, дольше надо, так сказать. Да здесь все просто. Тут ничего особенного нет. Тут все просто. А что не просто, скажите? Если вы знаете, о чем идет речь, схема у вас в голове, то все остальное просто. А какие задачи непростые? Если вы понимаете смысл этой задачи. Какие непростые? Вот и все. И вы строите вот эту штуку. А теперь возможны варианты. Возможно... Вот у вас учет акцизов, как-то на доске это написали, и так как у вас на бумажке немножко различается. Можете обратить внимание? Нет, вот эта формула на бумажке та же самая. Ну, вот выражение для прибыли предприятия на странице 20. Так, сейчас посмотрю. Страница 20, да. А там буквой М это обозначено. Н акциз – это буква М. Ну, в общем, у них не умножается на букву. Почему? Да, М, П, И, Х делить на единицу плюс М написано. Там просто М буковка. Вместо Н, А, М. Та же самая формула. Так вот, у меня, по крайней мере, тут написано просто П, И, Х делить на 1 плюс М. Нет, М еще. На 20-й странице? На 20-й, да. Налоговые сборы? А, налоговые сборы. Когда прибыль… Не-не-не, вы не путайте. Когда вы прибыль считаете, вот же, выручка. Там никакого М и НА нету, тут единиц стоит. Это когда выручку. Вы не путайте. Когда вы будете прибыль считать, там в числителе никакого НА нету. Это НА появляется тогда, когда вы Т-сигма будете. То есть у вас две формулы. Вам надо правильно нарисовать прибыль, которую вы будете максимизировать. А потом, получив значение, вы подставляете в Т-сигма. И тут не надо путать. Понимаете, да? Вот и все. Извините, а вот вы сказали то, что вот эти вот все остальные, вот то, что пропорционально Х в квадрате, оно не входит в Т. В Т не входят конкретные задачи. Нет, это что за затраты? Это затраты, которые нужно заплатить арендную плату, но вовсе не государству, а кому-то там. Надо директору заплатить, да? Надо еще что-то. То есть по задаче будет видно, кому. Налоги – это государство. А если вы арендуете не у государства, мало ли у кого, то вы тому будете платить. И поэтому со знаком минус это будет в прибыль входить. Это затраты, это ваши затраты. То есть затраты – это налоги плюс не только налоги. Все остальное. Это и материалы сидят, и еще кое-что. То есть налоги – это часть ТЦ. Вот и все. Это часть ТЦ. Просто вы там государству платите, а тут вы другому предприятию платите, который там… А что такое А? Это вы покупаете что? Материалы у другого предприятия. Да? Что такое добавленная стоимость? Вот вы, а вот какое-то другое предприятие. Вот тут вот материальные затраты, а здесь выручка. И вот разница между этим и этим, между выходом и входом, называется добавленная стоимость. А сумма добавленных стоимостей всех предприятий на территории страны – это есть ВВП. Просто напоминаю. Поэтому добавленная стоимость – это важное понятие. А ВВП – это вот агрегированная добавленная стоимость страны всей. Еще раз, ВВП – это сумма вот… Добавленных стоимостей всех предприятий, неважно наших ли, японских или американских, на нашей территории в России. Это ВВП России. Это сумма добавленных стоимостей всех фирм, которые имеют бизнес свой на нашей территории. Это важная вещь. ДС, добавленная стоимость. А если нам надо отвечать итоговая прибыль, например, у нас есть какой-то налог на прибыль, да, тогда вы еще вот эту скобку на N помножите. Нет, да, 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 нет, тогда вы в Т-сигма, в Т-сигма, еще введете N умножить на P, плюс все остальное. А, да, да, здесь будет… Вот это будет балансовая прибыль. И вот это N на P… Вот это вот нужно множить на единицу минус N и максимизировать. Но единицу минус N выбирает. Я выбираю как раз-таки и следующую санглую. Если я смотрю, ладно, у нас есть такой вопрос. Вот прибыль – это вот, да, да, да. Давайте назначим это налог K, буквы K. Это вот это вот, это K. Нет, ну это вот, вот это вот называется балансовая прибыль. А я вот про вот эту. А это чистая прибыль называется. P чистая. А мы максимизируем какую-то… Всегда чистую, конечно, не балансовую, чистую. Все, поэтому мы… Мы уже будем… Это уже сейчас вопрос будет не про максимизацию, а просто… То есть у нас вот только выражение, если я в Т-сигма учту… Еще N на P. Да, то получу… Это же мне будет… Сейчас, ладно, давайте не будем выбегать вперед. Это будет по X минус Т-с, G в Т-с сидит еще… Нет, нет, нет. Вот это называется балансовая прибыль. Вот это балансовая прибыль. Вот то, что вы написали, это балансовая прибыль. Я уже учел, что у меня есть… Не, ну зачем путать себя? Ну вот… И тогда я вот эту единицу вычитать? Нет, 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 нет. Вот это балансовая прибыль. Когда я множу на единицу минус N, то я получаю чистую прибыль. Я ее буду максимизировать. Чистая прибыль? Да, ладно. Да, но поскольку это выносится за скобку, мне все равно, что балансовую максимизировать, что чистую. Нет, я как раз поэтому говорю, что не про максимизацию. Что максимизировать констанцию? Нет, нет, вот это балансовая прибыль. Это еще не чистая. Еще, знаете, что надо вычесть? Не только налог. Нет, чтобы до чистой добраться, нужно из балансовой вычесть не только налог на прибыль, но еще и дивиденды, если у вас это акционерное общество. Дивиденды вы должны по акциям выплатить, тоже из балансовой прибыли убирается. на прибыль, это налог на балансовую прибыль. Да нет, вопрос. Если у меня налог на прибыль, то будет процентно? Ну, 20 на самом деле, да. Да, да. То я должен буду домножать? На 0,8. Это N. N это 0,2. Это 0,2. Вы... На 0,8 вы будете домножать. Это не как прибыль? Да, это я чистую прибыль. Да, чистую прибыль. Нет, это все достаточно просто. А теперь давайте... Извините, пожалуйста, а можно еще раз? Чем у нас T от T-сигма отличается? Вот вы на доске T-сигма. Какая, какая T? Вот T большая. Где? На третьей, на третьей, ну, самая правая доска наша. Где тут T? Вот тут T-сигма. Тут еще вот оно истерлось. Нет, вот смотрите, смотрите, налогов много. Там T-сигма я обозначаю сумму всех налогов, которые предприятие платит. Это суммарное. Когда мы строим кривую лафера, то мы должны, вообще говоря, суммарную брать. Сколько государство с этого предприятия собирает? Кривая лафера – это T-сигма. Но поскольку налоговая ставка не одна на предприятии, то таких кривых лафера много. Вам могут сказать, дайте по акцизу мне. Да? Как T-сигма от акциза зависит. Как T-сигма от НДС. То есть в задаче вот именно так. То есть когда вы будете всегда брать суммарный налог. Когда будете строить кривую лафера. Это суммарный налог. Просто когда на МАК... Я правильно понимаю, что у вас на 20-й странице то, что обозначено буквой T, это у вас на 20-й странице, последняя, предпоследняя строчка налоговая сбора, это T-сигма. Можно у вас по возможности попросить использовать те же обозначения, что и на бумажках? Хорошо. T – это вот, да, я понял, понял. Значит, да, вот T – это суммарно. А поскольку называется подпункт кривая лафера, то там T – это всегда суммарные налоговые поступления с этого предприятия в казну. Точка. И в задачах, которые вы должны решать, номер 3, именно об этом и будет идти речь, а не о чем другом. Но только вот это T будет зависеть не от одной ставки, а от нескольких, потому что разные налоги. Как минимум два. Ну, какая-то задача с одним налогом, я не знаю, если будет с одним налогом, значит, от одной переменной. Извините, а чем у нас отличается T от N в ваших обозначениях на доске? T от чего? T от N маленькая. T маленькая? Ну, это я просто обозначил очередной налог буквы T. А буквой N маленькая? N маленькая – это, вон, N, A – это акциз, N, D, S – это N, D, S. Нет, вот, да, третья строчка сверху, вот здесь вот. Вот здесь? Да, третья строчка, вот 1 минус N, вот, да, вот в этом выражении 1 минус N. Н – это N прибыли. Надо тогда написать P, еще. N, P, P, индекс P, прибыли. Это налог на прибыль, на прибыль. Значит, почему я T использую? Разные задачи по-разному. Вот будут задачи, значит, вот такие, где, есть задачи, где конкретно будет сказано, там, акциз, NDS, а будут задачи, в которых просто сказано налог по ставке T. И там, возможно, два варианта в задачах. Ну, три, на самом деле, третья – это налог на прибыль. Могут быть вот такие варианты. Смотрите. Налог на выручку. То есть, тогда вы пишете прибыль, это есть P на X, да, выручка, на 1 минус T. Это налог с продаж, на выручку. Тогда T на PX государству идет, 1 минус T нам. И минус T, C от X. А если скажут, что налог с каждой единицы продукции, T, сумма, тогда надо писать P минус T на X, минус T, C от X. Ну, потому что… Нет, я говорю, вот это вот разные налоги. Вот это налог по ставке T с выручки, а вот это налог с каждой единицы выпущенной продукции, вводится T. Значит, из цены, по которой вы будете продавать, вы вычитаете T, потому что это не ваше. И вот это будете максимизировать. Вопрос. Вы не верите нам T, а с какого-то налога будет, например, парабола, где 1 минус T, а с какого-то налога будет? Не, ну, когда вы будете искать X, там, производную приравнивать 0, у вас будет линейная, да? А, то, что ты это поставил, я забыл, это уже максимизировано. Да, конечно, с оптимальным выпуском, с оптимальным. То есть вы решаете задачи две. Первое вы оптимизируете, и второе вы отсечку делаете. Вот и все. То есть, может быть, в такой постановке, да, не будет конкретизировано акциз, не акциз скажет, что с выручки. Вот тогда вот такую формулу, и больше ничего нет. Тогда вы будете максимизировать это. Если скажет такой налог, и больше ничего нет, будете максимизировать это. А второе, это с единицей продукции, да? Да, с каждой единицы продукции, T, в деньгах выраженная, да? То есть, с каждой, да. Тогда это T и P, это все в рублях. P – это цена. Да, то есть вы продаете по 100 рублей, а по 2 рубля идет государство. Дальше. Тонкость. Возможны варианты вот какие. Вспомним еще варианты. Ну, мне же там 9 нужны вам задачи. Поэтому я буду еще использовать понятие монополии, например, или… Ну, да, можно и олигополия, курно. Да, пожалуйста. А может быть, совершенная конкуренция. Напоминаю, чем отличается монополия от совершенной конкуренции. Когда у вас будет совершенная конкуренция, тогда P будет константа, она будет задана. Вы не можете повлиять на P. Это рынок совершенной конкуренции. А вот если будет монополия, тогда будет сказано, что P – это есть некая функция от X. Это функция спроса. И вы будете подставлять сюда или сюда вот эту функцию. И будете максимизировать уже по X. В олигополии то же самое. В дуополии. Ну, только в дуополии там что? Нам надо писать P1 равно, да? Это что будет? Это P. P общее помножить на что? На X плюс Y. Где X выпускает первый дуополист, а Y выпускает что? Извините, извините. P от X плюс Y не умножить, а P от X плюс Y. И это все множится на X и минус Tc от X. А у второго это будет P от X плюс Y множится на Y и минус Tc от Y. Ну, дальше вы производные берете, приравниваете нулю, а вот эти перекрестные, да, обнулять. Ну, курно – это как? Помните, да? Ну, когда вы будете по X брать произведение, да, то будете считать, что DY по DX – 0. Ну, там же будет сложная функция. Это курно. Вот. Когда монополию, тоже понятно. Теперь монополия, может быть, два варианта. Это самый простой вариант. Какой? Это один из вариантов задачи. А, ну, это все, да? Нет, нет. Я говорю, может быть, задача с конкретными налогами типа НДС и что-то, а может быть, задача вот такого типа, но будет сказано, что это там олигополия, два олигополиста. И тогда, значит, что такое T большое? Сколько снимает с первого, сколько снимает со второго – сумму. Будет там кривую, во-первых, стоит. Теперь с монополией, ну, то же самое, но монополия может быть чуть сложнее. Монополия может иметь две функции. Это два сегмента рынка. Это называется дискриминация третьего рода. Когда есть Q равно F от Y, а P равно F от X. И тогда вы пишете, что прибыль – это есть P. X, да? Сейчас. Q, Y. Ну, это функция спроса. Это цена. На первом сегменте и на втором. Вот это вот вы пишете. И минус T, C. От чего? Естественно, от X плюс Y. Ну, потому что вы производите одну продукцию, X направляете на первый рынок, сегмент, а Y – на второй. В разных частях города. Там на рынке, где мрамором все дороже, там другая функция спроса. Там богатые живут, а тут победнее. Вам будут заданы вот эти функции, и вот это вы будете максимизировать. Уже по X, Y. Ну, а тут уже, наверное, частные производные приравнивают к нулю, да? И смотреть за тем, чтобы там вы не вышли за неотрицательность. Можете напомнить, что такое олигополия? Сейчас. Вот с монополией понятно? Это если есть два сегмента рынка с разными функциями спроса. То есть общий выпуск X плюс Y, вы направляете X туда, Y сюда. И вам надо найти и тот X, и этот Y. А потом налоги, понятно. Нет, вот это? Почему? Монополия. Нет, у нас два. Две функции спроса, одна. Правильно. Но вы на одном сегменте одну установите цену, а на втором сегменте другую цену. Потому что там разные функции. Это монополия с одним сегментом. Кто? P? Функция от X. Наверное, более четко будет написать P равно P. Я вам говорил, что если это совершенная конкуренция, то P – это не функция от X. Это константа. А если это монополия, то вы будете подставлять сюда как функция от X. А если у вас два сегмента, то вы сюда подставите вот эту функцию от X, а это функция от Y. И будете множеством Y. Вот здесь нет вопросов? А нас точно P и Q как бы один одна и та же F? P и Q – это разные функции спроса. Это E… А, да, извините. Извините. Но это G от Y. Да, конечно, разные. Разные, равенство. Или F1, F2. В том-то и дело, что это разные. Это называется дискриминация третьего рода. Она везде есть, в Москве, сколько угодно. Поезжайте на такой-то рынок, где живут там на юго-западе Москвы или на центральном рынке. Кстати, я не знаю, куда его перевели. Раньше он там… Он сейчас остался или нет? Где этот самый цирк Юрия Никулина, там был центральный рынок. Он был дорогой. На юго… Вот Черемышевский рынок, он дорогой, потому что там в том районе на юго-западе живут и дипломаты, и там, и профессоры, и все такое. А если вы поедете на рынок какой-нибудь загород, да? Ну, их сейчас мало осталось. Ну, их тоже куда-то. Ну, в общем, куда-нибудь там за пределом КАД. Там дешевле, потому что там аренда меньше. И там мрамора меньше. То есть там грязи больше. И там те же продукты могут быть, но дешевле стоить. Вот. Но это еще не все с монополией. И, наконец, есть понятие еще дискриминация первого рода. Ну, второго рода мы не будем. Значит, вот что это такое. Напоминаю, это из прошлого семестра. Это простая вещь, но вот о чем идет речь. Вот у вас функция спроса, да? Ну, какая-то вот такая, да? Там условно. И когда обычная монополия без дискриминации, вы должны найти вот тут вот х, да, точку со звездой, да? Ну, которая реализует максимум. Ну, решаете задачу, да? Находите точку. Вот это п со звездой. Так вот выручка – это что такое? Это п на х, да? Произведение – это площадь вот этого прямоугольничка. А дискриминация первого рода – это когда выручка – это вот что такое. Вам интеграл надо будет взять. А? Выручка не есть п на х, а это есть интеграл. Вот это и есть. Это когда такого в жизни практически не бывает. Это значит, что если вы продаете продукцию, то вы сначала зазываете в качестве покупателя того, который готов самую большую цель дать. Ему толкаете, извините за не литературное выражение, вот эту часть товара. После этого он выбывает с рынка, и фактически у вас что? Опускается вот эта кривая спроса вот на вот эту самую величину. Потом приходит второй, да? Менее богатый. Вы ему спихиваете продукцию конкретной, ему. И так далее, до самого бедного. И поэтому выручка у вас будет вот произведение вот этого, этому по такой цене, этому по такой, этому по такой, а этому вот по такой. И в результате выручка ваша, вот это самое, вот этот интеграл, площадь этой фигурки, и вот это есть выручка. И из него будете ТЦ вычитать, и это будете моктимизировать. И в результате вы найдете вот этот самый, их со звездой. А второго рода мы не будем. Второго рода это если такое есть, какая-нибудь электроцентраль продает там не поштучно, а сразу, так сказать, вот вам, вы заказываете минимум услуг там по, покупаете тепловал, да? Вот гарантированно минимальное количество вам нужно, вот по какой-то цене. Если вам нужно дополнительно потом, вам продадут уже вторую порцию, уже по более высокой цене. То есть не квантуете там, не дифференцируете так, чтобы интеграл считать, а просто вот это, обычно там два или три бывают, да? Тве порции. Такие бывают в реальности. Вот первого рода, ну это практически невозможно реализовать. Это чисто теоретически. Если бы вам удалось, да? Вон там очередь стоит, вы зазываете сначала самым богатым. Ага, дело в том, что вот эта же функция спроса, это что такое? Это есть сумма функций спроса индивидуальных, как вы понимаете. А там под разными углами разные. Это сначала богатого, ну-ка, впариваю тебе вот этому столько, этому столько. Поэтому если такая задача, ну что, ну вот посчитайте площадь, там либо линейная будет, ну будет там нелинейная, ну интеграл возьмете. Чтобы выручку, выручку посчитать. Понятно, да? А если еще с налогом, а там же будет налог, ну эту выручку, ну и помножьте на единицу минус t. Ну и все. То есть вы будете не p на x, а вот некий интеграл вот здесь писать. Вот и все. Нет, какой плюс? Не, ну интеграл я имею в виду под этой штукой. От нуля там до x, вот от этой самой. Ну хотите, да, хотите это плюс вот этот интеграл. Как хотите. Перевернуть надо будет. Ну там просто будет. Значит так, ребят, которые на удаленке, вам понятно, что делать-то, когда будет у вас первого рода с монополистом? Будете проще. Вот эту площадь считать, это и будет выручка. Дальше все то же самое. Если третьего рода, тогда вот такую штуку будете. Тут ничего сложного нет. Главное вам задачу правильно с самого начала, да, нарисовать, написать формулу. Потому что если вы там ошибетесь, все пойдет наперекосяк, естественно. Вот и все. А про олигополию можешь сказать? Ну давайте. Олигополия это вот что. Есть двое, да, одно и то же. Продают функция спроса общая. Поэтому p зависит, это не умножить, это от x плюс y. От. И у первого множится на x. И минус tc вот первого. А это tc второго. От y зависит. Ну дальше вы будете максимизировать по x. А это вы будете максимизировать по y. Ну когда вы будете, вот если тут линейная функция, да, будет стоять, например, 100 минус x минус y, да, помножите на x, да, и минус tc. Ну скажем, x квадрат пополам. Что вы будете делать? 100 на x, производная 100. x квадрат это 2x. А тут будет y на x, производная. Вы будете, как частное будете брать? Будет минус y. Потому что по-честному надо еще писать, как бы написать, y, да, плюс x, на что? На dy по dx. Но Курно сказал, что эта штука, dy по dx, равна нулю. А вот Штекельберг говорил, что не нулю. Ну вот у Курно просто вот как, ну похоже на частное, да, производное? Ну обычная производная считает, что y константа. Вот и все. И дальше вы приравниваете нулю, получаете уравнение с двумя неизвестными. Тут получаете уравнение с двумя неизвестными, решаете систему, да? Да. Ну а если налог здесь сидит, ну тогда единица минус t. Единица минус t, пожалуйста. Если ставки разные, ну тут будет t1, тут t2. Ну как по задаче будет показано? То есть там сложного, вообще-то говоря, по сути дела, ничего нет. А вы разве не сказали, что то, что вы только что объяснили, это есть два поля, вот Курно или Штекельберга? Курно – это когда вы будете брать производную x на y, да, по x, то вы пишете y. То есть вы пишете производную x умножить на y, да, производную по x. Это вообще говоря, что? Это есть y плюс x, dy по dx. Так вот Курно вот это занулил. Хорошо, по-другому вопрос. А чем дуополе отличается от олигополе? Олиго – это больше, чем дуо, это частный случай олиго. Это двое, двое, дуо. А олигополе может быть пятеро. Спасибо. Ну, кстати, если пятеро, ну будет p1 и так далее, p5. И ничего особенного. Ну, тут будет писаться y плюс x плюс z плюс еще что-то. Но все равно та же схема. Ну, тогда там пять уравнений с пятью неизвестными надо решать. Но если задача симметрична, если одинаковая ТЦ, то это просто методом сложения сразу вы получаете. А решение будет просто точка пересечения? Конечно. Это и есть точка равновесия по нэшу, о чем мы говорили. Вот это и есть, потому что вот эта штука, когда вы максимизируете и получаете уравнение с двумя неизвестными, это не что иное, как кривая реакции. То есть в зависимости от того, как от y, которая вам неизвестна. Но для каждого y вы оптимально их находите. Это будет криво. А у того кривая реакция в зависимости от вашего x, каждый раз вам будет y оптимальной. И точка пересечения – это равновесие. Это и есть равновесие по нэшу. У Штекельберга тоже, кстати, равновесие по нэшу. Ну, просто разные задачи, да, но везде будут налоги. Вот. И везде вы будете считать либо кривой лафера, либо, ну вот последнее, что осталось, так называемое налоговое бремя. Смотрите. Вот вы покупатель. P от нуля, когда t было равно нулю, да, на x от нуля, это без налогов. Вот сколько вы заплатите. А теперь вводится налог. И вы заплатите P от t на x от t, да. Ну, вот это будет, как правило, больше, чем это, но это отрицательно. Модуль берете. Это ваши потери, связанные с введением налога на этот товар. Потери неизбежны. А у продавца есть потери? Конечно, тоже есть потери. А у него, а у него тоже самое будет. Сейчас. Это у нас кто будет? Это продавец. Это продавец. Это продавец. А покупатель? У него что, то же самое будет? Нет. 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 Это покупатель. А продавец – это P. Прибыль. А t минус P от нуля. Там же счет и c будет сидеть. Но tc от t же тоже будет зависеть. Ну да, да. То есть, на самом деле, это и это не одно и то же. Числено. Ну, конечно, конечно. Поэтому, что такое? Попробатель потеряет на том, в чистом виде, он заплатил бы без налога P на x, а с налогом тоже P на x, но P будет другое, и x будет другое. А тот получил бы прибыль такую, и это получил. А государство получит свое, да, там, ставка налога, помноженная на P от T, да, ну, смотря какой налог. Там, если наложишь, то P на T, P от T на x от T, и еще на T помножить. Это государство получит. Так вот, бремя налоговое, дело в том, что возникает вопрос, а кто больше теряет вообще, говоря, продавец или покупатель от введения налога? А это зависит от функции спроса. Представьте себе, что у вас функция спроса была такая, что она резко идет вниз от цены. Резко. Да? То это значит, что когда вводится, да, вот смотрите. Вот у вас это x, это P, да. И представьте себе, что у вас вот такая вот функция спроса. А у того функция предложения вот такая. Вот это S, а это D. Вот в отсутствии налога реализуется вот эта точка. Когда налог вводится, да, вот такого типа, тогда вот эта вот кривая, S, штрик сместится сюда. И вы видите, да, что у него вот это вот, вот тут маленькая, да, а вот тут большая речина. То есть x резко уменьшится. Я к тому говорю, что бремя, соотношение бремени налога покупателей и продавца зависит от эластичности спроса. Если у вас спрос не эластичен, вот это вот D, был бы вообще вот такой вот, то тогда все бремя ложится на кого? На покупателя, а продавец ничего не теряет, абсолютно ничего. может. А что он взял, если у вас спадает, не падает? Может. Нет. Дело в том, что x падает, а цена растет. И выручка есть в произведении, и непонятно, что будет. Выручка же это, если у вас все равно, все еще на прибыль. Нет, это прибыль уже, да, но выручка у него упадет. Ну, понятно. Выручка, конечно, я понимаю, просто малое изменение цены может не компенсировать, малое увеличение цены не компенсирует, что? Большую потерю выпуска. Это если мы говорим про выручку. Да. А прибыль? Да, прибыль. А выручка может быть не упадет, а прибыль возрастет. От налога возрастет. Нормально, я на рисунке предприниму не компенсирую. Правильно, но если функция падающая и сильно эластичная, то у него не упадет. То у него упадет, упадет прибыль. Ну, тогда будете вот эти самые дела считать. При налоге, если так будет поставлена задача. Но это на самом деле, если глубоко копнуть, это тоже может быть от лукавого. Это когда работает? Когда у предприятия нет запасного плана, да, от введения. То есть, оно вот как производило одну продукцию до налога, до введения налога, так и будет производить ту же продукцию, да. То есть, нет у него вариаций, нет другого заменителя, некуда там деньги кинуть, да, на производство другого. Понимаете, да? То есть, как вычислить его потери? Нет. Если предприятие производит один всего лишь продукт, не было налога, производило столько, то, икс от нуля, да, ввели налог, икс отэ производит. Он будет меньше производить, меньше. И он может потерять. Не-не, я о чем хочу сказать, что если у него только этот продукт производится и ничего больше, вот монопродукт, тогда он потеряет. Да-да-да, да, как раз. Потеряет. Если у него есть заменитель, он там может другое направить. Если мы добавим, знаете, если мы добавим, простите, если мы добавим, если мы добавим, если мы добавим, например, ах квадратный, нету. Правильно. И он заведомо выиграет, если у нас, если у нас икс отэ имеет место эффект гифина. Д, вот так вот. Демант, это С. Вот, демант, а С вот такая, вот, С. То есть, эффект гифина, это когда, когда у нас Д не падающая. Тогда, конечно, он точно выиграет. Потому что он и производить будет больше, да еще и по большей цене. для того, что если у нас не П, это что-то минус издержки. А если ему... Нет, П, это какой П, П, какой, латистская П? А, русская П, это да, да, да. Вот если у нас этот стойк увеличивается, упадает за счет инвестиционной цене. Да. У нас издержки великие за счет налогов инвестиции возрастают. Издержки всегда возрастают. Да. Да. Я согласен, можно подобрать такие функции, когда будет еще и прибыль предприятия. Да. Я согласен, можно подобрать, можно. Но я хочу сказать, что в жизни бывает все-таки иначе. В жизни всегда, как правило, теряет предприятие. Но для того, чтобы посчитать налоговое бремя, потому что, если он только это производит, тогда это корректно считать, так, как я сказал. А если он может перестроиться и на другую продукцию, да, мощности эти свои, освободившиеся, тогда иначе надо считать. То есть, эта задача непростая. Так же, кстати, как и покупатель. Да, он потеряет здесь, а вдруг он заменитель найдет этому товару. Найдет заменитель. Понятно, да, замещение. Тогда тоже это не очень, то есть, это вещь в себе некая. Но понятие бремя налоговое все-таки существует. Да, да, да. Вот о чем идет речь. Поэтому, вот, по сути дела, все я вам рассказал, про что может быть задача. Все. Теперь вопросы. Да. А вот у нас ведь есть тут функции P от X. P латинская от X. P от T и X от T. Да. Вот это вот. P от X, да. И что? В общем, у нас тут есть функции предложения, функции спроса. Да, да. А мы какую из них используем, где P от X нам нужно? Где? В какой задаче? Вот для монополии, у монополии нет функции предложения. Это ей не интересно, там только функции спроса. То есть, функции предложения в наших задачах не будет. это я вам нарисовал теоретически для того, чтобы показать, что от введения налога может пострадать как предприятие, так и этот самый потребитель. Но если там не эластичный спрос, то тогда все ложится на потребителя. А можете, пожалуйста, повторить, например, если у нас цена константа, функция спроса, то все время ложится на потребителя. Ну, потому что вот у нас вот эта кривая D, она прямая, а вот S, мы сдвинули на величину вот эту самую T. И вот то, что мы получили предприятие дополнительно, все отойдет государству. И предприятие останется при своих, потому что у него X не поменяется. X не поменяется, поэтому выручка у него увеличится, но надо будет отдать государству. T, C у него не изменится, потому что X не изменилось. И вот все, что вот эта прибавка в цене, это вот P от нуля, а это вот P от T. И вот эта вот вся разность, помноженная на X, уйдет ровно государству. И поэтому предприятие при своих останется. Прибыль у него ровно той же будет, как и до введения налогов. А можете вот с эффектом Гиффина пояснить также на рисунке? Не, а там D пойдет вверх, и тогда у него значит цена увеличится, да еще и X увеличится, и он на этом может, но если T, C у него такое не очень сильно от X зависит, то может быть вполне когда значит он что прибыль при налоге по ставке T будет больше чистая, чем прибыль при нулевой ставке. Может такое быть. Может. Такое может быть. Потому что вот когда это сдвинется, цена еще больше увеличится, вот это P от T вообще вот здесь будет еще больше увеличится. То есть такое может быть, но я не говорю, что всегда так, когда D константа, тогда точно этому все равно предприятию и все на нас. Когда Гиффинову, ну мы тогда за все заплатим. ну это уже так уже на самом деле, конечно. Я согласен, может что угодно придумать. Но не надо здесь заморачиваться. Это мы уже в сторону. Я говорю, что вот так чисто теоретически, да, когда неэластичный спрос, тогда нам всем плохо. и только нам плохо, а предприятие все равно. Спасибо.